Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа! С вами Ультраст, Азурлайн, и сегодняшней темой видео является ломающие супер-пупер-мега новости, которые будут у нас в Аркнайтсе с 29, ну скорее с 30-го числа, там как бы большая часть вещей ночью начнётся, поэтому скорее с 30-го числа в Аркнайтсе. Как теперь стало известно, праздник полугодовщины продолжается, и нас ждёт целая куча крутенских вещей. Во-первых... Пиво! Салют! Мою честь, салют! Я, и ты, на белом коне! Данную картинку, я думаю, все, кому надо, уже видели в Твиттере, да, по итогу к празднику полугодовщины мы получим, соответственно, много санити там за логин-эвент санити, там ещё и билетики хатхантовые, в общей сумме получается 10 выйдет по одному, всякие там прикольные вещи хайтировые, очень тяжело добываемые, И, что гораздо важнее, ещё мы получим 10 ролл, один целиковый, то есть фактически в сумме выйдет 20-ка, но на начало гачи, получается, выйдет вот 10 и там, может, ещё по мелочи добавят. То есть фактически 20 круток за полугодовщину, очень шикарную полугодовщину можно будет получить, по-моему, это сочнейшая новость, ребята. Будут добавлены скины на Чен с Вайры Лискаром в тематике, получается, как я понял, Китайского Нового Года, вся эта, в принципе, тема будет тематики Китайского Нового Года. Смотрится прикольно и будет, логин-эвент, в ходе которого, кроме вот тех вот суперских вещей, которых я назвал, можно будет получить ещё и скин Улыбающаяся Джессика, ребята. Начнём с того, что это как бы уникальная штука, поэтому вы её хотите, наверное. По слухам, будут ещё доставаться вот эти штуковины, как они называются, красные конверты, из которых можно будет, поздравительные китайские красные конверты, из которых можно будет, возможно, получать Ориджиум, по-моему, это великолепно, который красный, который сразу же в гачу можно будет потратить. Разумеется, гача на Ниан, ребята, ни многим, ни малым, гача на Ниан, Аак, и также там ещё будет Ханг. Так, уведомляю, что Ниан является уникальным лимитированным персонажем, не получите сейчас, не получите никогда, она является танком, ну, честно говоря, по скиллам она скорее просто там понапихана кучей всего всякого разного с других классов, но как минимум смотрится прикольно, её скорее хотят не из-за боевой эффективности, хотя бы боевой эффективности она тоже хорошая, а именно из-за того, что она является лимитированной, ребята. То есть потом можно будет поставить её себе на секретаря и тыкать остальным людям в лицо, смотрите, я лучше, чем ты. Я, во всяком случае, так планирую сделать. И ивент Ancient Forge, также будет добавлен, говорят, он будет не особо сложный, но тем не менее с него можно будет срубить опять жёлтых камешек, в сумме получается 16 штук, и опять-таки ресурсы, фарм ресурсов, ивентовый магазин, и даже будет персонаж Snow Saint, вот и она получается будет неплохо смотреться, если вы её сможете оттуда достать, а достать оттуда, как правило, персонажей не очень-то и сложно. Ну и она является специалистом, чем-то вроде, как я понял, Cliffheart или Rope, пожалуйста, пользуйтесь и наслаждайтесь, но ещё он вроде Silence будет накалывать по заражённым чувакам, смотрится неплохо. И также можно будет приобрести дором в китайской тематике, по-моему, очень прикольно. Надеюсь, я всё упомянул, всё это будет доступно с 30-го числа, ночью получается, по Москве, всё это будет доступно до 12-го числа, августа, и соответственно, ну ребят, ну камон, камон, ну это же прикольно, это просто великолепно, что нам такую халя... Однополугодовщина, даже не годовщина! Другим разработчикам следует поучиться, как и что нужно делать. Это настолько безумная щедрость, что хочется просто расцеловать разработчиков в щёке. Ну в принципе, это всё, что я хотел сказать по данному вопросу. Всего хорошего, до новых встреч и удачи в гаче сниан!